вас приветствую на своем канале мне дали задание в школу сделать шары из ниток мне придется их делать очень много и как они делаются нам понадобятся шары обыкновенные круглые я хотела еще сделать в виде сердца но не получается если такой размер вот эти вот места они не надуваются когда их надуваешь то получается шар большой и лопается я испортила два шарика и ничего у меня не получилось но может быть у вас получится надуваем шары нужной формы закручиваем делаем узел если хотите можете также здесь закрутить и завязать нитками нам понадобятся любые нитки катушечные вот хлопковые даже можно использовать нитки для вязания нам понадобится клей pva я взяла бустилат вы можете взять какую-нибудь миску налить туда клей отмотать определенное количество ниток чтобы они у вас были погружены в клее и потом брать и наматывать или обыкновенную пластиковую маленькую бутылочку вы туда наливаете клей вам нужна иголка вы вставляете нитку в иголку прокалывайте насквозь у вас заполняете клеем и потом вам иголка будет не нужна у вас будет хвостик в клею и ваша нитка будет тоже в клее я взяла двойной пакет пропустила насквозь нитку и наливаю сюда клей клей не надо много лить и что в самое главное чтоб нитка была у вас там погружена и теперь просто наматываем на шар в разных разных направлениях нитку у нас клеем и это все быстро у нас схватится нитку намотала теперь можем смело отрезать и загладить приклеить для надежности я просто руку обмакнула в клей и прошлаясь по кругу так лучше приклеиваться нитки друг другу и будут держать форму у нас с вами остался целиковый хвостик вы можете сюда сделать как петельку также из ниток и куда-нибудь повесить чтобы это все полностью со всех сторон просыхала пусть сохнет до полного высыхания можно взять какую-нибудь кружку и просто вы вот так поставили и это все у вас сохнет а этот шар я буду делать двухцветный я все-таки взяла стаканчик со стаканчиком удобней и пропустила две нитки в разные стороны очень удобно наматывать когда ваша емкость с клеем стоит на столе а вы этот шар держите чуть ниже но когда будете наматывать смотрите что ваша емкость не опрокинулась лучше брать с крышкой сделала голубой ниткой я ее отрезала сейчас я ее просто приклею клеем и начну белый я делаю без перчаток но вы можете взять перчатки но приготовил важная у меня марля и сухая чтоб я могла вытирать руки вот одна партия шариков а теперь взяла простые катушечные нитки три цвета и соединила их вместе у меня получится как меланж также пропустила через банку с клеем вытаскиваю иголку обязательно иголку помойте потому что ушко у иголки будет в клее придется или выскребать или иголку выкидывать а начинаю просто хвостик от нитки клеем приклеила чуть и пошла по кругу делаю уже восьмой шар постоянно приходится подливать клей очень удобно с таким стаканчиком у меня клубочек лежит на полу я сижу на стуле и просто вот так вот кручу шар во первых идет натяжение нитки и у вас ничего не сползает когда вы крутите шар и нитки стали у вас подать это значит у вас нет клея и когда будете делать отверстие в емкости чем ниже тем лучше давайте подведем итог кому это надо клей 1 килограммовый вот такая баночка осталось у меня вот так нитки 200 метровые белые у меня ушло все голубая осталась цена по 75 рублей шары 10-12 рублей конечно можно использовать их несколько раз но это будет в работе несколько заходов а еще мне предстоит делать вот и намки я их скачал с интернета их очень очень много я попробую сделать это обыкновенный лист а4 три слоя бумаги и вырезать скальпелем эти вот и намки приклеиваются на окна вы берете какую-нибудь разделочную доску кладете и вырезаете маленькими ножницами это очень долго и нудно мои шары посмотрю как они себя ведут с клеем бустилатом когда вы их только сделали они кажутся слишком много клея нанесли они белые но когда они уже подсыхают они приобретают цвет вашей нитки я их оставляю на часов 12 для высыхания а потом будем сдувать и посмотрим что у нас получится шарик он начал сдуваться пролежали они у меня чуть больше суток так получилось и я беру палочку с тупым концом и в некоторых местах просто нажимаю конечно мы можем проколоть шар но вдруг какие-то частички останутся на нитках когда так делаете он даже хрустит и я его сейчас проколю сейчас будет звук и вот он сдувается палочка немножечко еще туда вовнутрь чтобы он у нас выскочил вот он шарик внутри его можно отрезать самое главное хвостик не потерять чтобы у нас хвостик не остался внутри и через это отверстие потихонечку вытаскиваем и вот наш один из первых шариков со вторым я проделываю то же самое слегка некоторых местах нажимаю а это шар я его проколола но он держит форму и потихонечку лопается сам шар посмотрим что у нас получится он у меня приклеился на дно я слегка и вот так подтолкнула и все и видите он трещит он потихонечку сам отлепляется и ваш шар он слегкой и потихонечку тянем и вытаскиваем у меня шарик разорвался части осталось внутри над как-то вытащить нашла чуть побольше отверстие подцепила спарывателем и теперь просто я вытаскиваю и все из катушечных ниток мне не понравилось вот шар сдувается и он сдувается вместе с нитками и получается такая гофра конечно это можно все вытянуть лично я вам советую использовать какие-нибудь вот такие нитки или вязальные смотрите что получилось с катушечными а вот они такие нитки они прекрасно держат форму вот я вытащила шар и все прекрасно и замечательно такой шарик однозначно на выброс мне понравились эти нитки очень мягко или пришлось бы наверное наматывать побольше слой чтобы держала форму здесь даже ничего не выпрямишь нормально на помойку ну а большой шар я поставила в пиалку как было пиалка здесь все сырое здесь высохло поэтому я его не трогаю мусора от клея много но в целом я очень даже довольна результатом за исключением этого шарика с вами была валентина пока пока я придала форму шара из катушечных ниток но он очень мягкий и абсолютно не держит форму при легком прикосновении к этому шару он легко деформируется если все-таки будете делать из катушечных ниток берите 5-6 сложений нитки и посильнее посильнее наматывайте